Всем привет! Вы на канале StartAndroid, здесь Виталий Непочатов. Сегодня в очередном выпуске дизайна Android-приложений я, как и обещал, сделаю обзор интересной библиотеки от команды DevLight. Кто не в курсе, это успешные разработчики, которые начинали когда-то с уроков на нашем канале. А теперь у них большая фирма и крутые заказчики. Интервью с ребятами можно посмотреть по ссылке в правом верхнем углу экрана или в описании видео. Ребята рассказывают о том, чего достигли, и делятся секретами своего успеха с начинающими разработчиками. Репозиторий команды DevLight на GitHub содержит много интересных библиотек для оформления приложений. Одну из таких мы и рассмотрим сегодня. Это библиотека NavigationTabBar. Она позволяет создать и разместить на экране приложения панель навигации. Внизу, сверху или сбоку экрана. NavigationTabBar поддерживается с версией SDK API 11, имеет много настроек и легко интегрируется со всеми стандартными компонентами макета экрана. На странице библиотеки в GitHub, ссылку на которую я дам в конце урока, описаны способы добавления библиотеки в проект, перечислены параметры и показан пример реализации в проекте. Также там есть ссылка на код приложения, которое демонстрирует несколько способов применения этой библиотеки. Я импортировал этот пример в Android Studio, давайте разберем его более подробно. Для начала запустим приложение из проекта и посмотрим, что оно из себя представляет. После запуска мы видим главный экран, на котором несколько кнопок. Название каждой кнопки – это способ применения библиотеки в приложении. Открываем первый способ. Горизонтал Navigation Tab Bar. Здесь Navigation Tab Bar установлен в нижней части экрана. При открытии над каждой кнопкой в панели появляются бейджи, которые исчезают при заходе на соответствующую вкладку. Экраны можно перелистывать свайпом, при этом изменяется выделенная кнопка на панели навигации. Вернемся назад. Откроем следующий способ применения. Здесь видим дополнительные компоненты – тулбар и плавающую кнопку. Список в окне теперь прокручивается, и при скроллинге возникают эффекты коллапсинга тулбара и скрытия панели навигации. При нажатии FAB над кнопками панели появляются бейджи и выезжает снэкбар. Следующий способ размещения – вверху экрана. Панель также прячется при прокрутке. Можно также разместить NavigationTabBar вертикально – слева или справа. А на последнем экране видим набор доступных вариантов оформления панели NavigationTabBar. Теперь давайте посмотрим код реализации каждого примера в Android Studio. В MainActivity просто кнопки для перехода между экранами. Для каждого экрана здесь есть отдельное Activity. Первый экран реализует горизонтальный NavigationTabBar. Его разметка находится в файле Activity.Ghorizontal.ntb.xml. Здесь в корневом LinearLayout стандартный ViewPager для отображения и перелистывания вкладок. Далее здесь NavigationTabBar из библиотеки DevLight. Кроме стандартных атрибутов размера, здесь указаны настройки положения бейджа относительно кнопки, включение отображения бейджа, включение эффекта масштабирования и тонирования активной кнопки, настройка способа отображения заголовка и последний атрибут ntb-swiped. Я не разобрался, за что он отвечает. Кто разберется, пишите в комментариях. Весь список возможных атрибутов компонента NavigationTabBar есть в текстовой версии нашего обзора на сайте FandroidInfo. Ссылка в описании видео. Смотрим код горизонтал ntb-activity. В методе init.ui находится ViewPager, и для него устанавливается адаптер с пятью элементами. Далее идут стандартные методы и создаются вкладки на основании макета с несколькими TextView. Самое интересное происходит ниже. Здесь задается массив цветов для кнопок панели навигации. Затем создается экземпляр NavigationTabBar. Далее создается список моделей для кнопок панели NavigationTabBar. Для каждой кнопки устанавливается иконка, цвет активной иконки, из массива цветов выше, иконка для активной кнопки, текст кнопки и текст бейджа. Полный перечень параметров кнопки смотрите в текстовой версии на сайте FandroidInfo. Затем список кнопок передается экземпляру NavigationTabBar методом setModels. Далее ему передается ViewPager и устанавливается слушатель смены вкладок. Затем идут пустые методы слушателя. В методе onPageSelected для выбранной вкладки удаляется бейдж. Ниже мы видим метод NavigationTabBarPostDelayed, где в отдельном потоке реализовано эффектное появление бейджи над кнопками при старте Activity. Вот такой относительно несложный пример реализации библиотеки NavigationTabBar. Следующий пример реализации немного сложнее. Здесь NavigationTabBar используется в связке со стандартными виджетами, такими как UpBarLayout, CollapsingToolbarLayout, Toolbar и FloatingActionButton. За слаженную работу всех компонентов отвечает корневой координатор Layout. Код в Activity немного отличается от предыдущего примера за счет добавления новых компонентов. В ViewPager здесь используют RecyclerView для реализации прокручиваемого списка. Реализация NavigationTabBar практически не отличается, за исключением того, что здесь используется только одна иконка для кнопки и выключены бейджи. А вот и важные отличия. Метод NavigationTabBarSetBehaviourEnable включает синхронизацию при прокрутке с остальными виджетами в координатор Layout. Далее мы видим новый слушатель, который определяет выделенную вкладку по индексу. Еще ниже создается экземпляр координатор Layout. При нажатии FAB над кнопками панели появляются бейджи, а в методе координатор LayoutPostDelayed выводится SnackBar сообщением. Далее создается CollapsingToolBarLayout. Это обертка для тулбара, реализующая эффект коллапсинга, разрушения или исчезания тулбара при прокрутке. Здесь же устанавливается цвет текста заголовка при нормальном положении тулбара и при коллапсинге. И в конце реализация класса адаптера для RecyclerView, который просто создает список на 20 элементов. Следующий способ – расположение NavigationTabBar в верхней части экрана. Для этого в файле разметки NavigationTabBar встроен в AppBarLayout. Реализация в классе Activity почти не отличается от предыдущего примера, за исключением отсутствия FAB и CollapsingToolBarLayout. Следующий пример показывает вертикальную реализацию NavigationTabBar. Файл разметки похож на самый первый пример, только корневой LinearLayout имеет горизонтальную ориентацию. Код класса Activity практически не отличается от первого примера. И, наконец, последний пример реализации. В файле разметки несколько элементов NavigationTabBar во фреймах. Здесь наглядно можно посмотреть, как разные атрибуты влияют на отображение панели на экране. А в классе Activity можно увидеть код реализации каждого отдельного элемента NavigationTabBar. Это был обзор способов реализации библиотеки NavigationTabBar. Весь набор атрибутов и параметров библиотеки есть в текстовой версии выпуска на нашем сайте FANDROID.INFO. Ссылка на экране и в описании видео. Там же есть ссылка на репозиторий библиотеки на GitHub. Если вы уже продвинутый разработчик, наверняка вам будет интересно посмотреть, что у библиотеки под капотом. А я прощаюсь с вами до следующего урока. С вами был Виталий Непочатов. Всем добра! Субтитры сделал DimaTorzok